Продолжают разбирать. Ну, вроде как. А где ограждение? Дорога не перекрыта. Вообще непонятно. Это видео наша редакция получила из Сорска. Местный житель снял его со своего балкона. И действительно, полуразобранные дома не огорожены. Любой может сюда прийти, а особенно притягательные руины для подростков по вечерам. Непонятно, кто разбирает эти дома. Это здания не огражденные. Ребятишки там бегают, и мы боимся, что на них дети какие-нибудь увечья получат. Я с семьей проезжал на машине. Недалеко от меня балка упала. Я остановился, сделал замечание. Этим людям неизвестно кто. Рядом дети играют. То есть страшно. Игорь Нечаев после этого эпизода снял подобный на свой мобильный телефон со своего балкона. Балка перекрытия действительно тяжелая и, упав даже с 8-метровой высоты, может всерьез травмировать человека. И уж тем более смять в гармошку легковушку. Момент съемок бригады разборщиков на развалинах не оказалось. Лишь только местные жители. И на развалинах все как обычно. Горы строительного мусора, брошенные вещи, даже ценная некогда книга. Нам удалось обнаружить следы ограждения, если таковым можно считать тонкую веревку. Хотя по нормам на такие объекты вход должен быть закрыт. У нас сейчас проводится сметная документация. Составляется на составление сметы и подготовка аукционной документации для определения подрядчика по разборке этих двух домов. На данный момент, в пятницу, мы непосредственно с моей сотрудницей огородили. Ну как огородили? Вывесили аншлаги, то есть стоя опасная зона со всех сторон. Но, естественно, сегодня мы не сходили, не проверили. Как вы говорите, что там уже их порвали. Завтра с утра мы еще раз сходим, опять повешиваем непосредственно стоя опасная зона. Пока мы только вот так сможем их огородить. Сегодня в 11 утра ограждения, пусть даже и символического, вокруг двух полуразрушенных домов не было. Доступ открыт любому. И по самым смелым прогнозам городской администрации, полностью разобрать завалы удастся не раньше июня. То есть как раз к летним каникулам у школьников. Татьяна Донцова, Виктор Лушников, Дмитрий Кузнецов, Вести Хакасия.